Всем привет! Сегодня принесли вот такой аппарат. Называется он DeLonghi. Это рожковый аппарат. Аппарат после долгого простоя. Видим, да, он не закачивает воду, просто громкий звук идет. Вода не может попасть, ну, помпа не подкачивает. Основной темой видео это будет именно разборка этого аппарата. Ну, в принципе, там уже до помпы долезем, заберемся до помпы и уже либо ее прокачаем, ну, наглую продавим шприцом, либо будет замена помпы. Ну, пока по разборке. Снимаем контейнер с водой, для того, чтобы просто ее не разлить. Пока убираю в сторону. Как везде у DeLonghi, нам надо снять сначала вот эту крутилку, вот эту ручку. С чем-то ее поддеваем, аккуратненько, с нескольких сторон, чтобы ее не сломать. Если вам будет удобней, допустим, вообще, с двух сторон, то, в принципе, можете даже вот так, вот таким образом ее сдергивать. Это будет более равномерно. Но вы ее, скорее всего, так не сломаете. Она может вообще легко сняться, может тяжело сниматься, тоже как вам повезет. Так, воду сняли, все убрали. Так, здесь у нас два самореза, и я нашел еще здесь два самореза. Видите, ну, начнем откручивать. Я уже посмотрел, какие там стоят, заглянул. Тут стоят саморезы звездочка. В вашем случае это могут быть какие-то другие. На даудалон идет звездочка, вот с таким углублением внутри, ну, именно со штифтом по центру на саморезе. Поэтому, как бы, там уже подбирайте, что у вас. Все эти мы открутили. Сейчас за полотенце, наверное, поставлю на стол, потому что будем его ворочивать туда-сюда, чтобы... Просто, чтобы не царапать. И откручиваем здесь саморезы. Кстати, модель аппарата я прикручу к описанию. И сейчас покажу, где у нас тут, что не хочет дохватываться. Здесь один выпался, Морис. Пока положим подробочку. Здесь у нас... А, все, крышка отошла. Значит, не открутились. Видите? В принципе, все. Мы добрались к бойлеру, к клапану, к крану. Видим отсюда вот помпу. Да, здесь у нас термодатчики стоят. Ну, все понятно. Сейчас я откручу его еще снизу. Так, чтобы не потерять. Служим сюда. Все выпали. Служили. Я его вложу опять на бок. И здесь у нас еще два самореза, которые мы тоже откручиваем. Сейчас на крышке тоже покажу вам саму модель. Ну, разобрался, в принципе, лёгий. Это такая простая версия кофеварки. Одно из недост, может быть, сильно все плотно у него все. За счет того, что он маленький, они туда впихнули в этот корпус все, что смогли. Стараемся ничего не ронять. Подеваем либо оперточкой, либо ложечкой подденять. Это уже нормальное, чем-то выдернуть. Так, может, не докрутил. Сняли. Вот модель аппарата. Видите, да? Ну и видно, фокусировалась. Ну и все. Мы практически везде добрались. Сейчас я его просто принудительно прокачаю ключом. Мне надо снять шланг, который идёт уже на помпу. Я одену трубку силиконовую. И мы каким-то образом попытаемся дальше его это всё сделать. Так, сейчас я это подберу. Так. Не приедется. Я это выведу. Поставим назад. Всё, я просто воды наберу. Сам шприц. Открываем кран. Нам его нужно открыть. Я пока поставлю. Подставим коробочку какую-то. Вода может побежать. И будем пробовать. У нас аккуратный клапан может. Обратный клапан начал сбрасывать. И сейчас мы включим. Контейнер с водой не одеваю, потому что шланг откинул. Если я поставлю контейнер с водой, то сразу вода побежит на стол. Звук поменялся у помпы. Поэтому у меня может быть вполне обоснованное основание, скажем так. Что он сейчас заработает. Всё, это закинул назад. Теперь я могу взять контейнер с водой деть. И попробуем включить его. Какое-то время люди его пытались запускать. Понятно, что без воды. Значит он уже бойлер пустой. Пытается закачивать. Сейчас закачает систему. И скорее всего выдаст на водичку. Он покачать пытается. Ага, закачал воду. Ну всё, аппарат готов. Теперь обратная сборка. Закручиваем 4 винта. Ставим крышку и отдаём человеку. Всё, удачи. До свидания. Кстати, да, не забывайте подписываться. И по поводу рекламы. Реклама у вас, которая сейчас выскакивала. Она выскакивает почти во всех видео. Я на неё не влияю. Что вам показывать, я вообще не в курсе. Это всё платформа размещает. С рекламы какие-либо гонорары я не получаю. По крайней мере на данный момент. Поэтому это всё платформа зарабатывает. Она ни с кем не делится. Нету партнёрской программы. Вы можете просто подписаться, если это вам было интересно. Либо может быть пригодится. Можете лайк. Коммент какой-то. Опять же, если есть какие-то возражения. Ну, комментарии. Уточнение можете писать. Это всё помогает развивать канал. Ну, и мне даёт обратную связь. Всё, удачи вам. До свидания.